Слушай, Олег, а я вот слышал такую историю, как Рэмбо из армии поехал на концерт Оззи Осборна. Или что, это правда или нет? Ну, как бы это, короче, когда приезжала там Синдерелла, Бон Джови. Нет, Гамсон Роузи с Торчином приезжал. Бон Джови не... По-моему, и Бон Джови было. О, а Рэмбо служил в армии. Ну, как тогда... В это время в армии он в дурке лежал. Вот. Рядом при санчасти там. Так у него что, был побег из дурки на концерт? И его, короче, врач не отпустила на концерт. И он сбежал с Краснодарского края без денег, без билетов. Домашних трико. Такие вот еще были. Совковые трико спереди с лампасиками, темно-синие. И, типа, роба такая. Ну, рабочая роба. Тут еще с кармашеком, с двойным, на груди. Вся исписанная авторучка из ИДСи, Металлика. Экцепт. Доехал кое-как с проводниками. Он до Москвы. Ему еще 10 рублей дали. Проводники. Нормально доехал. И на вокзале Ментеева. Ну-ка, иди сюда. Вон, опаньки. И в карман. Раз так, а у него там блокнот. Хоп. Вкрывает, а там написано. Дембель такой-то, такой-то. А еще год-то не наступил. Вот. Разбежал. И в Алешинские казармы его. Вот. С армии сбежал. Привезли опять часть с Алешинских казарм. А там новый командир. На Рэмбу для приличия накинули шинель. Сержантскими лычками подвели. Он говорит, это что, тот самый Кушнерчук. Ага. Назар в дурку его. Говорит, еще бы месяц полежал бы и поехал бы домой. Главрач ему сказала. Комиссовали бы тебя. А теперь будешь до конца. До дембеля там. В дури сидеть. Главал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова